Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Номер 138. Прочитайте стихотворение. Объясните его заглавие. Какова основная мысль стихотворения? Есть ли в тексте слово ограниченного употребления? Объясните выбор выделенных орфограмм. Минское шоссе. Дорога ветру свежему открыта, И перед нами в утренней росе солдатские фигуры из гранита, Как много их по Минскому шоссе. Солдатские фигуры на опушке, Над речкой возле белого мостка, У каждой маломальской деревушки, На площади любого городка. Нас ждут дела, мы проезжаем мимо, И вот они теряются из глаз, Но в нас, живых, живут они незримо, Как в них, гранитных, есть частица нас. С началом Великой Отечественной войны Дорога на Москву на Минском шоссе Стала местом ожесточенных боев с гитлеровцами. Об этом напоминает заглавие стихотворения «Минское шоссе». Основная мысль – вечная память тем, Кто сражался за Родину. Слово ограниченного употребления – Это слово «незримо». Посмотрим на орфограммы, Выделенные в словах. «Россе» – проверяем. «Россе» – проверяемый безударный гласный в корне. «Солдатские» – словарное слово, Непроверяемый безударный гласный в корне. «По Минскому» – заглавная буква в названиях. «На пушке» – «опушка» – она моя, Женский род – первое склонение. «На чём» – предложный падеж. «У деревушки» – «у чего» – родительный падеж, Поэтому окончание «и». «На площади» – площадь третье склонение, Поэтому окончание «и». Это безударное окончание существительный. «Речка» – чека без мягкого знака. «Мостка» – мосты. Проверяем. «Городка» – города. «Парные», «звонкие», «глухие», «согласные» в корне. «Теряются». «Что делают?» В вопросе «нет мягкого знака» – «нет» и в слове. «Проезжаем». «Проезжать» – глагол первого спряжения. Безударное окончание глагола пишем с буквой «е». Понравилось видео? Ставь лайк. Подписывайся на наш канал. Если есть предложения и пожелания, Оставляй в комментариях. Со всеми прощаюсь. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok